Вы сядьте и задумайтесь, что с помощью мобильного приложения вы можете взаимодействовать с миллионами людей. Миллионы людей смогут скачать ваше мобильное приложение и воспользоваться вашим сервисом. Как я ранее сказал, рынок мобильной разработки для нас, для разработчиков, дает очень крутые возможности. Существует несколько направлений, куда вы можете идти. Ну, во-первых, это банальная разработка на компанию. Если вы хотите оперативно и качественно стать андроид-разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии андроид-разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца. Такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания. И под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе. Мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций. Ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете. Она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс вы можете проконсультироваться со мной. Все ссылки есть в описании к этому видео. Если мы говорим про регионы, то зарплаты идут для джунов, но опять же джуном вы можете быть максимум год, поэтому при правильном подходе за 3 месяца можно перейти, но опять же на старте это у 30 тысяч рублей, потом у вас когда уже от полугода до года есть опыта, там можно в регионе, это в регионе России можно зарабатывать от 70 до 150 тысяч рублей, и уже когда у вас большой опыт, то от 200 тысяч рублей это уже в регионе, в Москве, то есть троекратно умножаете и получаете вот такую вот цифру, в 3 раза увеличиваете и вот в столице вот такую зарплату вы получите, но опять же все зависит от вас, о том как вы будете развиваться, об этом поговорим чуть позже и о том какие у вас будут, насколько вы готовы вкладываться в свое развитие. Помимо работы на компанию вы можете работать на себя, тут различные варианты, одним из вариантом является работа на фрилансе, но опять же как я говорил в начале видео, о том что следует сразу идти на иностранный рынок фриланса, там можно зарабатывать очень много денег, на русскоязычном фрилансе вы будете зарабатывать мало денег. Еще следующее направление это работа напрямую с заказчиками, то есть это когда вы выстраиваете вокруг себя инфраструктуру, ведете свой блог, свой ютуб канал, привлекаете, с помощью этого подогреваете клиентов, подогреваете к себе доверие и ищите именно вот так и привлекаете клиентов и напрямую работаете с заказчиками. Тут уже более высокие цены чем на фрилансе, поэтому можете свободно и так это работать. Ну и четвертое класс, самое классное направление это создание своих мобильных приложений и потом последующая их монетизация посредством рекламы, платных подписок и дополнительных опций. Ну и можно делать встроенные покупки. Это четыре главных направления и помимо первого направления, но хотя первое направление тоже наполовину он дает эти возможности, все это можно делать на удаленной основе. Это очень классно, что вы можете работать удаленно, не видясь вообще ни с клиентами, ни с заказчиками, ни со своими сотрудниками. Но для того, чтобы допустим по первому направлению трудоустройству это все делать удаленно, вам нужно конечно несколько лет поработать в офисе, чтобы потом работать удаленно. Это уже не работа ни на фрилансе, ни напрямую с заказчиками, также работа на компанию, но просто удаленно. Поэтому рынок мобильной разработки очень крут и позволяет, да и дает нам возможности удаленной работы. Ну опять же по заработку я говорил, что линейка для мобильного разработчика в регионе от 30 до 200 тысяч рублей. В Москве вы умножаете в три раза размер этих зарплат. На фрилансе вы можете, все зависит от вас, вы можете зарабатывать от 1000 долларов до 10 тысяч долларов. С заказчиками работая вы также можете зарабатывать, ну я думаю заказчиками, тогда где-то от 3000 долларов и выше. То есть потолок, потолка не существует. Конечно вы можете сказать, ну на фрилансе до 10 нереально. Все зависит от вас, от каких, какие вы параметры, какие вы, как вы преподносите себя. Потому что если вы работаете удаленно, строя свой бизнес, то вам нужно уже прокачивать и маркетинговые скиллы, и бизнес скиллы. То есть там уже поработать, но над собой. Но к счастью, или к сожалению, ну наверно к счастью, не большинство разработчиков не готовы идти на прокачку своих вот этих навыков. И поэтому идут трудоустраиваться. И это очень хорошо, что таких действительно инициативных разработчиков мало, потому что они открывают для себя дополнительные возможности. Итак, ну вот вы решили выбрать мобильную разработку. Профессию мобильного разработчика. Какой же выбор станет перед вами? Вам нужно выбрать хотя бы поначалу платформу. Все мы знаем, что существуют две основные платформы. Это Android и iOS. И да, это разные специальности. Можно совмещать, но более глубоко, более углубленное изучение вы будете осуществлять только по одной платформе. То есть невозможно знать и быть в тонусе по обоим платформам. То есть идеальный вариант такой. Изучите Android разработку. Кстати говоря, курс на мой курс Android разработчик за 3 месяца есть в описании. Изучите Android разработку, поработайте в ней от 1 года до 2 лет. Сделайте себе там опыт и потом перейдите в iOS разработку. И более детально изучайте именно iOS разработку. Вы сможете делать и Android и iOS приложения. И тем самым повысите свой чек, повысите свою эффективность, повысите свою значимость и свою специализацию. Да, есть еще третий вариант. Это кроссплатформенная разработка. Но работая по кроссплатформенным приложениям, вы должны понимать, что эти приложения работают медленно. Что такое кроссплатформенная разработка? Это разработка одного приложения сразу по 2 платформы. Выбирая это направление, вы не снимаете с себя риск о том, что в дальнейшем ваше приложение может быть заблокировано в веб-сторе. То есть в маркете iOS приложений. Ваше приложение будет работать медленнее, чем отдельные Android и iOS приложения. И также вы не снимаете с себя риска и такого, скажем, не риска, а обстоятельства, что вы будете работать с малоплачежеспособными клиентами. Потому что такие приложения разрабатываются для клиентов, у которых либо мало денег, либо которые экономят. Это самые плохие клиенты, с ними вообще лучше не работать. Поэтому я не особо верю в кроссплатформенную разработку. И поэтому я вам советую идти смотреть на сферу Android разработки или iOS разработки сразу. Как преуспеть в обоих этих платформах? Ну нужно начать с одной и потом можно переключаться на другую платформу. Это очень хороший действенный способ, который я и сам в принципе прошел. Насколько сложно освоить мобильную разработку? Мобильную разработку освоить достаточно несложно. Тут не нужны знания ни физики, ни математики. Но по сравнению с разработкой сайтов она сложнее. Тут уже нужны навыки программирования. То есть тут нужно учиться уже мыслить как программист. И этому вас никто не научит. Вас можно научить именно разрабатывать мобильные приложения. Собственно я обучаю этому за 3 месяца. И стараюсь, максимально стараюсь обучить вас навыкам программирования. Но эти навыки придут к вам самим. Когда вы возьмете делать мобильное приложение, перед вами станет конкретная задача. И вы будете думать как реализовать эту задачу с помощью инструментов и технологий, которых вы освоили. И вот в процессе того, как вы будете думать как вам решить эту задачу, в этот момент, в этот самый момент, в вас будет и зарождаться программист, и развиваться навык программирования. Ничего сложного нету, но нужно усидчивать, нужно терпение, нужно стремление это изучать. Не так, что вы через месяц сказали, ой, это не мое вообще. Нет. Я видел, и через день мне люди писали, а это не мое. Конечно. У меня был случай, когда я 2 месяца решил проблему с базой данных. Поэтому тут нужно, как дятел, долбить в одну сторону, в одну сторону, в одну точку, и тогда все получится. Кроме того, вам нужно понимать, не будет такого, что вы будете кодировать, просто сидеть кодировать. Постоянно имею ввиду. Потому что вы можете видеть много в фильмах, что сидит хакер или программист, и пишет код, пишет, пишет, пишет. На самом деле, никто так не делает. У вас, как правило, всегда есть заготовки, про них мы поговорим чуть позже. Вам нужно, допустим, создать панель с вкладками. Вы помните, в каком проекте вы это делали, где у вас эта заготовка. Вы заходите, у вас сформированный код, вы копируете свой новый проект, переименовываете все перемены, другие ID-шники, индивидуальные, то есть идентификаторы, вставляете, связываете это все дело для нового приложения, этап отключаете. Но суть в том, что вы берете уже готовые свои наработки и просто модернизируете под новый свой проект. Вам нужно обязательно будет работать со смежными технологиями. Как правило, с мобильной разработкой вы будете всегда работать с дизайном. Переместить кнопку, перекрасить кнопку, установить новый шрифт, что-то визуально подкорректировать, подшаманить. Это к вам, это все к вам. Если вам не нравится настройка этого визуального интерфейса, вы прям хотите что-то делать с базой данных постоянно, что-то прям хардкорить, такое именно чисто с кодом, а не работать с дизайном, то эта профессия не для вас. Тут большая часть времени вы будете тратить на настройку дизайна, и поэтому очень важно именно понимать, что заходя в эту сферу вы будете работать с дизайном. И поэтому нарисовать кнопку, что-то, какую-то иконку скачать, подшаманить, вставить, это к вам. То есть вы должны владеть графическим дизайном также. Ну как же, на любительском уровне вы освоите его параллельно. Когда будете разрабатывать мобильное приложение, я вас уверяю, там взять картинку, убрать фон, банальная работа с фотошопом, с фигмой, это уже к вам, вы научитесь тому быстро, тут сложному ничего нет. Если вы уже освоите программирование, то это для вас как 5 копеек, вы все это быстро порешаете. Итак, мы подобрались к тому, какие технологии используются. При разработке андроид-приложений, разработка производится на языке Kotlin, не на Java, на языке Kotlin, только на языке Kotlin с применением сугубо андроид-технологий. О том, какие технологии используются, ссылка на видео будет в описании. У меня есть видео, что должен знать андроид-разработчик, в 2021 году, видео стало очень популярным, поэтому ссылочка внизу, посмотрите, узнаете. Под iOS мы пишем на Swift, там в качестве базы данных используется, ну из шаблона идет Core Data, а еще есть другая база данных, также есть там многоподточность, ну очень много технологий, ну кстати большинство, то что в андроид подключается разными, сторонними библиотеками, в iOS уже встроено и более, скажем так, просто применяется. Я сейчас выучился недавно на iOS разработчика, и помимо андроид я еще занимаюсь iOS разработкой, и поэтому я понимаю, о чем я говорю. То есть вам должны понимать, что на андроид вы пишете на Kotlin, под iOS вы пишете на языке Swift. Это разные технологии, вот почему я говорил до этого, что нужно выбрать сначала одну платформу, потому что по обе платформы пишется приложение на совершенно разных технологиях, совершенно разных. Я ранее говорил, что не сложно обучиться, ну как не просто и не сложно, и поэтому мы хотим поговорить с вами теперь про порог входа.